Я спрашиваю, с законным путем идем? Ну, пока с ничего не надо. С законным путем решить свою проблему местные жители пробуют уже много лет. Позади хождения по инстанциям потрачены сотни тысяч рублей. Все для того, чтобы приватизировать землю, на которой эти люди живут уже по 70 лет. И новость от Росреестра о том, что сделать это не получится, повергла их в шок. У жителей СНТ степная протока просто лопнуло терпение. Их можно понять как граждан, которых опять обманули. Но обман произошел со стороны федеральной службы. Нас просто непонятным образом удивило, почему федеральная служба во главе с госпожой Шаргаевой отказывает в госрегистрации прав наших садоводов. И опять вот какие-то нам чинят препоны. Выкупную стоимость за этот участок мы уже оплатили. Были несколько месяцев в аренде. И непонятно, что за какие-то политические игры. На собрании звучали предложения и перекрыть федеральную трассу, и объявить голодовку. Но в итоге в очередной раз решили действовать конструктивно. В суд буду подавать. Конечно, жалко мне землю. Дом я не могу благостроенной жить. Я столько прожила в своем доме. Мне уже 80 лет. И мне охота землю приватизировать. Кроме того, жители товарищества направят письмо президенту России. Сбор подписей под обращением уже начался. У нас здесь не только СНТ степная протока. У нас по такому пути идут еще два СНТ. И это почти две тысячи земельных участков. Это почти 10 тысяч человек, которых лишают права жить на собственной земле. И держат бомжами и заложниками уже многие годы. Тем временем в Росреестре уже сообщают о невозможности зарегистрировать права жителей Левобережья. Несмотря на то, что решение официально еще не принято. Они получили официальное уведомление о приостановлении государственной регистрации. Об отказе? Об отказе будет принято по результатам истечения месячного срока. Но так как земельные участки предоставлены уже из земель в населенных пунктах для ДНТ и СНТ, что противоречит требованиям закона, значит, соответствующее решение будет принято. Неожиданностью сообщение Росреестра стало и для Анастасии Кузовлевой. Работа с самовольщиками по неволе шла долго, обсуждалась на всех уровнях, рассказывает председатель КУИ. Теперь жители обратились в суд, и администрация города будет их поддерживать. Конечно, будет правовое решение принято уже на основании решения суда, так как граждане обратились. Мы, конечно, также будем участвовать в этом процессе. Но мы полагаем, что наше решение является законным, принятым на основе тщательного анализа и норм права, с учетом сложившейся ситуации. Судебные споры, безусловно, съедят еще много сил и нервов. А ведь когда-то, много лет назад, когда их семьи строили судостроительный завод, дороги, аэропорт, жители Левобережья были людьми нужными и полезными. Ученый Евгений Голубев рассказывает об истории появления домов на Левом берегу. История есть, а вот исторической справедливости добиться люди так и не могут. Они такие же старожилы, как и все те, кто здесь живет в центре города. Как вот так делить на белых и черных, на олитых и плебеев, еще раз говорю, что неправильно, неверно, может быть даже бесчеловечно. Евгения Понарина, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.